Канада запустила новую программу по выдаче статуса постоянного резидента специально для граждан Украины всего с одним требованием. Я расскажу, кто подходит для этой программы, какие там требования, ограничения по количеству заявок, а также отвечу на частые вопросы. Ставьте лайк, подписывайтесь и я начинаю. Привет из Канады, меня зовут Ивана Павленко, я работаю канадским иммиграционным консультантом. В марте 2022 года Канада запустила специальное разрешение на въезд для украинцев КОЭД, которое позволяло жить и работать в стране на протяжении трех лет. Сама программа КОЭД уже закрыта, зато теперь некоторые украинцы могут быстро получить ПМЖ, причем даже если они до этого не жили в Канаде. Нет никаких требований к уровню языка, возрасту, образованию, опыту работы и так далее, а ПМЖ выдают сразу всей семье. В нашем телеграм-канале мы просили вас написать вопросы о новой программе для украинцев, на них в ролике тоже отвечу. Немного статистики по программе КОЭД. Канада получила больше миллиона заявок и из них одобрила 909 тысяч. Приехали в страну намного меньше, около 186 тысяч украинцев, но это все равно уникальный случай. Никогда раньше Канада не принимала в таких количествах людей определенной национальности. Главное условие для ПМЖ, если у вас украинское гражданство, у вас должен быть родственник, который является постоянным жителем или гражданином Канады. Это как упрощенное семейное спонсорство, когда родственник вас спонсирует на эмиграцию. Только в обычной программе спонсорства спонсор должен показать определенный доход и обеспечивать своего родственника, который получил ПМЖ. А здесь таких требований нет. В Канаде самая крупная украинская диаспора за пределами стран бывшего СССР. Поэтому наверняка будет много тех, кто подойдет по требованиям. У нас с Аликсом, пожалуй, насчитается с десяток родственников, которые могут получить ПМЖ, благодаря тому, что мы граждане Канады. А в конце видео я расскажу, что делать тем, кто не подходит по новой программе. Это, кстати, не первый раз, когда Канада упрощенно выдает ПМЖ людям с определенным гражданством. Например, недавно министр эмиграции сказал, что Канада также выдаст 11 тысяч ПМЖ гражданам Колумбии, Гаити и Венесуэлы, если у них есть близкие родственники в Канаде. Расскажу теперь про требования в программе для украинцев. Ее разделили на две категории. Первая категория – гражданы Украины, у которых есть близкий родственник в Канаде. То есть вы – гражданин или гражданка Украины, и ваш родственник имеет в Канаде ПМЖ или гражданство. Подходит только близкое родство. Это супруг, ребенок, внук, родитель, бабушка, дедушка, брат, сестра, либо сводный брат, сводная сестра. Это брат или сестра, с которыми у вас один общий родитель. Тети, дяди, племянники, двоюродные братья и сестры или еще более дальние родственники не подходят. Давайте отвечу на вопрос из нашего телеграм-канала. Можно ли получить ПМЖ, если муж сестры имеет канадское гражданство, а сестра не имеет? К сожалению, вам это не поможет получить ПМЖ, потому что вы не в близком родстве с этим человеком. Следующее условие. Ваш родственник должен быть старше 18 лет. Тоже очень частый вопрос. Приехали в Канаду, родили здесь ребенка, ребенок по рождению получил канадское гражданство. Можно ли подать на ПМЖ на этом основании? Нет, нельзя, потому что вашему ребенку нет 18 лет. Также вы и ваш родственник должны находиться в Канаде на момент подачи заявки и на момент получения ПМЖ. Если у вас родственник в Канаде, а вы нет, то родственник не сможет вам помочь в этом случае. И спонсором, если можно так назвать, не может стать родственник, который сам получил ПМЖ по этой программе. Например, вы украинец, и у вас родственник в Канаде, который вас поддержал, подписав декларацию, подтверждающую ваши родственные отношения. Сами вы после этого никого присоединить таким же способом не сможете. Перейду ко второй категории. Она подходит для людей с любым гражданством. Но только если у вас есть супруг или гражданский партнер, который является гражданином Украины и не может покинуть Украину, пропал без вести, скончался, либо предположительно скончался. Второе условие. У супруга должны быть близкие родственники, которые являются резидентами или гражданами Канады. Все родственники те же, что и в первой категории. Приведу пример. Допустим, ваш муж украинец, но из-за военного положения не смог выехать из страны. И вы приехали в Канаду без него. У мужа есть сестра, которая живет в Канаде в статусе постоянного резидента. Его сестра может стать вашим так называемым спонсором, чтобы вы тоже получили ПМЖ в Канаде. При этом у вас может быть как украинское гражданство, так и гражданство другой страны. Как и в первой категории, на момент подачи заявки и получения ПМЖ, как вы, так и ваш канадский родственник должен находиться на территории Канады. Уточню, что ПМЖ по этой программе получает вся семья. Вы, ваш супруг или супруга, дети младше 22 лет, если они не замужем или не женаты. И даже ваши внуки, которые финансово зависят от ваших детей. Причем, если вы подаете заявку на ПМЖ, то только вам обязательно находиться в Канаде. Остальные члены семьи могут быть либо в Канаде, либо в другой стране. Детей, которым 22 года или больше, можно включить заявку, только если вы их финансово обеспечиваете. И они не в состоянии себя содержать по состоянию здоровья. В других случаях они смогут получить ПМЖ только отдельно от вас, если подходят под условия программы. Важный момент, что если у вас есть одобрена виза по КОЭД, но вы еще не приехали в Канаду, или вы вообще не подавались на КОЭД и все это время жили, например, в Европе, но у вас есть в Канаде родственники, вы все равно имеете право податься на ПМЖ. С КОЭД можно въехать в Канаду до 31 марта 2024 года. В остальных случаях нужно получить туристическую визу, например, прилететь в Канаду и уже в стране подаваться на ПМЖ. Есть еще другие условия. У вас не должно быть судимости, вы должны пройти медосмотр и сдать биометрию. Заявка на ПМЖ подается онлайн на официальном сайте Канады. Там нужно будет заполнить формы как вам, так и родственнику, который является постоянным резидентом, либо гражданином Канады. Подать заявку можно до 22 октября 2024 года. Ограничений по количеству заявок нет. Но я все же советую не тянуть и подаваться как можно раньше. Нужно будет оплатить пошлину за рассмотрение заявки и оформление ПМЖ по 1085 канадских долларов на основного заявителя и супруга и по 155 долларов за каждого ребенка. Еще один вопрос из Телеграмы. Сколько времени займет получение ПМЖ? Этого никто не знает. На официальном сайте правительства Канады говорится, что процесс рассмотрения может занять несколько недель или даже несколько месяцев. Скорее всего, заявок будет много, так что будьте готовы к задержкам. Как быть, если вы приехали в Канаду по Коэд, но у вас нет родственников с канадским ПМЖ или гражданством? Вариант только один. Обычные программы иммиграции. Если вы уже работаете в Канаде, то в первую очередь это федеральная программа для кандидатов с канадским опытом работы, либо провинциальная программа в том регионе, где вы живете. Также есть вариант с получением ПМЖ через образование. В этом случае нужно поступить в колледж и проучиться хотя бы один год. Если у вас есть в Канаде дальние родственники, то по новой программе вы не проходите. Зато в некоторых провинциальных программах вы можете получить за родственников дополнительные баллы, что повысит шансы на ПМЖ. Напишите в комментариях, если нужно снять ролик о том, какие программы могут рассматривать обладатели Коэд, у которых нет родственников в Канаде. Напомню, что я работаю иммиграционным консультантом, причем в моей команде есть еще несколько профессионалов с лицензиями на оказание визовых и иммиграционных услуг. Мы можем помочь с подачи на ПМЖ как по упрощенной программе для граждан Украины, так и по обычным иммиграционным программам. Лучше начать с записи на консультацию для оценки шансов на получение ПМЖ. Если начнем сотрудничество в течение недели, то сделаем скидку на дальнейшие услуги. Ссылки на все наши услуги в описании под видео. Если было полезно, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и отправляйте это видео знакомым, которым оно может помочь. Дергайте колокол, чтобы не пропускать новые ролики. До встречи в Канаде! Субтитры сделал DimaTorzok